Привет! Вы на канале Коска, меня зовут Кудинова Наташа, и вы попросили рассказать о модели Хейвард регланом сверху поподробнее, и сейчас я это сделаю. Поехали! Сегодня поговорим о геометрии плеча. У меня вот здесь набрано 90 петель. Начинаем со спиц 3,5, эластичный край, резинка 1х1. Переходим на четверку 4,5, и вот здесь уже в мягкую нежную пряжечку, вот в эту полосочку переходим на пятерку. Смотрите, вы видите, что здесь регланная линия у меня выведена не... Она не прямая, как обычно это происходит. Она имеет такую небольшую загоголинку. Почему? Если здесь в Хейварде мы добавляем через 2 петли на третью, то вот здесь у меня идут стандартные обычные прибавки, до тех пор, пока я не закончила выводить горловинку поворотными рядами. Эта часть у меня провязывается после того, как я провязала вот эту красивую кромочку. После завершения резинки начинаю вязать поворотные ряды. Вот так. Здесь у меня спинка уходит... У каждого это будет своя величина. И здесь у меня она уходит на 3,5 см. Как только мы перестали поворачивать, мы перешли на следующую пряжу, для того, чтобы полоски были равномерные и логичные. Переходим на следующую пряжу и все, переходим в наши прибавки. Два ряда на третью у нас накид. Вот. У меня не очень глубокая пройма, 33 см. Если мы будем промерять по ней. Здесь у меня нет подреза, потому что у меня не было задачи. Видите, какое большое напряжение пряжи здесь возникло. Видите, здесь подрастянулся эти ниточки. Поэтому в следующий раз, когда я буду вязать, я здесь обязательно добавлю хотя бы несколько петель. Хотя у меня очень глубокая пройма. На что еще стоит обратить внимание? Так как плечо спущенное, вот эта вот часть у вас будет более широкая. Здесь нужно будет делать убавки в зависимости от вашей идеи. Если рукав длинный, нет проблем, мы распределяем. Если нет, здесь у нас могут быть убавки и убавки по полотну рукава. Для того, чтобы резиночка на этой части руки, чуть выше локтя, выглядела тоже логично. Сам пулловер довольно широкий, как вы видели. А сейчас покажу вторую вариацию. Второй пулловер из ссури альпаки. Принцип тот же самый. Здесь у меня 95 петель, но я так сделаю глубже воротничок. И пока я не закончу делать углубление, V-образный воротник, я делаю прибавки в каждом втором ряду, как стандартно в реглане. После этого, вот здесь такое закругление, поэтому у нас получается. После этого, когда сделали галочку на воротнике, я перешла на прибавки 2 в третьем ряду. Здесь пройма подлиннее, 35 см. И за счет этого, конечно, пулловер выглядит немного по-другому. И здесь я учла, у меня есть подрез. Подрез примерно 4-5 см. Это 8 петель. В моем случае, все связано с пиццами пятерка. Также от 3,5 см, четверка, 4,5 см и перешли на пятерку в основном полотне. Закрытие иглой. Я люблю аккуратные края, мне нравится закрытие иглой через полую резинку. Весь пулловер весит чуть меньше 120 грамм. Вот этот вот. Пряжа 900 метров в 100 граммах. Сурри альпака на нейлоне, нейлоне на 20% полотне. Очень мягкий и нежный. И очень приятный. И он широкий. Это пулловер по низу, по плечу. Это 52-54 размер. Я приготовила для вас несколько вариантов. Из чего мы можем связать этот хейворт? Конечно, мы можем связать ее из пушистой, мягкой пряжи, нежной, как у меня. Он будет тонкий, очень удобно носить под одеждой, потому что нужно учитывать. Если вы свяжете такую модель из толстой пряжи, то когда вы ее будете надевать под верхнюю одежду, то длинная пройма, соответственно, вещь будет подскакивать. Из мягкой, нежной пряжи мы этого практически не чувствуем, никакого дискомфорта не испытываем. Отлично подойдет кидмахер на шелке или альпака на шелке, вспушенные, конечно же. У меня в руках Ланагата. У них очень хороший метраж для такой вещи. И у нас примерно потребуется 4 мотка на размер 48-52. Ну, соответственно, разница будет немножечко в граммовке, но 4 мотка вам гарантированно хватит. Можем сделать одного цвета, двух цветов. Можем добавить пайетки или просто добавить люрекс. Можем сделать просто спокойную однотонную вещь. Конечно, отлично туда подойдут и пряжи с шелком. У меня несколько вариантов. Во-первых, твид. Уже множество девчат связали у нас из твидов, из вот таких вот вариантов. Здесь буретный шелк половина и половина мериноса. Вещь такая очень универсальная по температуре. В ней не жарко, не холодно. Она мягкая, приятная, драпирующаяся. Что нам и требуется для того, чтобы рукав комфортно чувствовал себя, когда мы себя комфортно чувствуем, когда надеваем верхнюю одежду. Метраж ниточки. 350 метров. Вязать будем в одну примерно на 3,5. И нам потребуется от 300-350 грамм на размер 46-48. Вот такие красавицы. Это пряжа тоньше. Это сета-бленд 50 мериноса, 50 м буретного шелка. Нет, не тоньше. 350 метров. Вязать будем также в троечкой расход соответствующий. Это вот очень интересная пряжа. У нее метраж 1500. В ней в составе есть 8% ангоры, 6% кашемира, меринос, вискоза. Как раз за счет вискоза хорошую драпировку мы будем получать. Очень мягкая пряжа с легким нежным ворсочком, таким кашемировым. Ее тоже можно использовать на эту модель. 350 грамм примерно нам потребуется на 50-52 размер. Конечно же мы не пропустим пряжу с яком. Похолодало, хочется чего-то потеплее. Як шелк-меренос, 600 метров в 100 граммах. Если мы свяжем в одну нить, это примерно спицы 2,75, троечка, в зависимости от вашей плотности. Мягкая, нежная, приятная вещь. Легкая. В две ниточки более теплая вещь. И помните, что может быть стоит тогда проймы делать чуть покороче. Но если у вас верхняя одежда не очень облегающая по рукавам, то будет просто отлично. Выбирая вспушенную альпаку, умеренос более толстую, 450 метров, мы и спицы возьмем побольше. Не пятерочкой, а шестерочкой, а то и шесть с половиной. Вещь будет воздушная, теплая, мягкая, но и свяжем мы ее очень быстро. У Регии тоже очень много цветов, в ее составе есть шелк. Это тоже позволит нам связать очень удобный, комфортный пулловер. Спицы мы здесь возьмем примерно от 2,75 до троечки от узора, от плотности ваших рук. Мне очень нравится для этой паутинки использовать стряжу более тонкую. Это махер 132, толщина у него астра с отличным составом, 230 метров. Мы можем взять в одну ниточку, это очень тонкая вещь получится. И вязать будем примерно на 2,5 троечки, невесомая у вас грамм 60 получится на размер 46 примерно. Можем взять две ниточки, тоже мягкая, нежная, теплая, смотрите какой нежненький пушечек. И конечно же пряжа со льном, тоже отлично подойдет. Здесь составили он и шелка, значит они будут компенсировать друг друга, не будут давать льну вытягиваться. Его здесь немного, 12%, но от льна мы получим ту самую любимую нами небрежность в стиле боха, 30% шелка, 58% меринуса. Нежная, мягкая пряжа. Вот это вот льняные ворски, они не колючие, они просто передают интересную фактуру пряжи. Такие вот варианты для наших с вами новых полуверов.